Нагревательный элемент, или ТЭН, является сердцем любого водонагревателя. Ведь именно от ТЭНа зависит главная функция бойлера — нагрев воды. По принципу нагрева все водонагревательные элементы делятся на два типа — ТЭН открытого типа, или мокрый ТЭН, и ТЭН закрытого типа, или сухой ТЭН. Попробуем ответить на вопрос, какой же ТЭН — мокрый или сухой — более энергоэффективен и нагреет воду в бойлере быстрее. Результат для некоторых будет неожиданным, а поэтому досмотрите видео до конца. Мокрый или открытый тип ТЭНа называется так, потому что непосредственно погружен в воду. Это привычный нагревательный элемент, внешне очень похожий на кипятильник. Мокрые ТЭНы, как правило, изготавливаются из меди, так как медь имеет хорошую теплопроводность, но иногда используют ТЭНы из нержавейки и ТЭНы, покрытые мелкодисперсной эмалью. Эмалированные ТЭНы — на таких ТЭНах известковые отложения оседают несколько дольше. Сухой или закрытый ТЭН не контактирует напрямую с водой. Он находится в стальной эмалированной либо нержавеющей колбе, если это керамический ТЭН, или эмалированной либо нержавеющей трубке, если это трубчатый ТЭН. Такие ТЭНы еще называют свечкообразными. Рассмотрим, в чем различие в работе этих двух типов ТЭНов. Мокрый ТЭН напрямую омывается водой, и вся энергия, которую он генерирует, напрямую отдается воде. Сухой ТЭН, поскольку находится в колбе, сначала должен прогреть саму колбу, и только затем разогретая колба будет нагревать воду в бойлере. То есть наличие промежуточного слоя между нагревательным элементом и водой создает дополнительное сопротивление, которое нужно преодолеть, и потратить на эту энергию. Попросту говоря, на прогрев колбы будут расходоваться дополнительные киловатты электричества. Напрашивается вывод, что сухой ТЭН менее энергоэффективен, чем мокрый ТЭН, а следовательно, будет дольше нагревать воду. Не будем торопиться с ответом, а обратимся к цифрам. Для примера откроем технические характеристики двух водонагревателей одного и того же производителя, одного и того же объема, с одной и той же мощностью нагревательных элементов, но один с сухим, другой с мокрым ТЭНом. И сравним такой показатель, как время нагрева воды. Модель объем 80 литров, имеет два сухих ТЭНа по 1000 Ватт, общей мощностью 2000 Ватт, причем у данного производителя используются сухие ТЭНы свечкообразного типа. Время нагрева воды от 10 до 65 градусов составляет 2 часа 37 минут. И аналогичная модель ТИЖИ, объем 80 литров, но с мокрым ТЭНом, мощностью 2000 Ватт. Время нагрева воды от 10 до 65 градусов составляет 2 часа 20 минут. Разница во времени нагрева составляет 17 минут, в пользу мокрого ТЭНа. То есть мокрый 2-киловаттный ТЭН нагреет 80 литров воды на 17 минут быстрее, чем это сделает сухой свечкообразный ТЭН. Теперь сравним характеристики водонагревателей другого производителя. Но для сравнения выберем модель с керамическим сухим стеотитовым ТЭНом. И такой же аналог, но с мокрым ТЭНом. Во втором примере мощность ТЭНов составляет 1500 Ватт, что на 500 Ватт меньше, поэтому продолжительность нагрева, естественно, будет дольше, чем в первом примере, за счет этой самой мощности. Но нас интересует именно разность во времени нагрева. Какой же ТЭН, сухой или мокрый, при равной мощности затратит меньше времени для нагрева воды одного и того же объема? Бойлер объемом 80 литров, модель с теотит, с керамическим сухим ТЭНом, мощностью 1500 Ватт, время нагрева воды до 65 градусов составляет 165 минут, а это 2 часа 45 минут. И модель ЭКО, объем 80 литров, с мокрым ТЭНом, такой же мощности 1500 Ватт, время нагрева воды до 65 градусов составляет 194 минуты, и это 3 часа 14 минут. Разница во времени составляет 29 минут, но теперь в пользу керамического стеотитового сухого ТЭНа. Во втором примере мы видим, что сухой 1,5 кВт керамический ТЭН почти на полчаса быстрее нагревает 80 литров воды, чем мокрый ТЭН такой же мощности. И такая разница обусловлена несколькими причинами. Первое, это свойство стеотита, а именно, то, что этот материал быстро нагревается и медленно остывает. И, конечно же, площадь поверхности нагрева. Она у сухого керамического ТЭНа больше, чем у мокрого ТЭНа, несколько раз. Все это суммарно увеличивает энергоэффективность нагревательного элемента. И даже несмотря на то, что ТЭН затрачивает дополнительную энергию на прогрев колбы, все равно один и тот же объем воды с сухой керамический ТЭН нагревает быстрее, чем это делает мокрый. А теперь, опираясь на цифры, можно сделать вывод. При одной и той же мощности, на первое место по энергоэффективности, а следовательно по скорости нагрева воды, можно смело ставить сухой стеотитовый керамический ТЭН. Второе место занимает обычный мокрый ТЭН. И на третьем оказывается сухой свечкообразный ТЭН. Он несколько отстает по скорости нагрева воды от мокрого ТЭНа за счет тех самых лишних энергозатрат на прогрев колбы, в которой он находится. Однако, не стоит забывать о том, что на заводах-изготовителях все испытания проводятся на новых водонагревателях с чистыми ТЭНами. И эти цифры справедливы для нагревательных элементов, не имеющих наслоения и знаки, которые оседают на ТЭНах в процессе эксплуатации. Особенно это касается мокрых ТЭНов. Через некоторое время работы, время нагрева воды мокрым ТЭНом может значительно увеличиться. Все будет зависеть от качества воды. На сухих ТЭНах процесс образования известковых наслоений происходит не так быстро, благодаря тому, что стальная колба или трубка покрыта слоем эмали. Либо она изготовлена из нержавейки, на которой накипь оседает значительно хуже. По этой причине чистку рабочего бака и замену магниевого анода на сухих водонагревателях проводят значительно реже, чем в балерах с мокрым ТЭНом. Также не забываем о других преимуществах сухого ТЭНа. Это то, что при выходе из строя замену нагревательных элементов выполняют, не сливая воду из бойлера, что очень удобно. Низкая вероятность поражения электрическим током за счет изоляции ТЭНа от воды посредством колбы. И в целом водонагреватель, оснащенный сухим ТЭНом, служит дольше. А гарантия на рабочий бак от производителя составляет от 7 до 10 лет. Так что делая свой выбор при покупке того или иного водонагревателя, всегда помните как о его достоинствах, так и о недостатках. Если информация была полезной, делайте свою оценку в комментариях и подписывайтесь на канал. Субтитры подогнал «Симон»!